Друзья, вы знаете, я в интернете капец как давно, то есть я иногда сам офигеваю, нет, нет, типа, в душе мне лет 20, меня просто тело старит, понимаете, тело отстойное, короче, тело старится. Так вот, я настолько стар, что я помню еще времена всяких удавкомов в разделе ФЗР вкусно жрать, да, то есть я помню, короче, древнее зло пробудилось. Так вот, это я к чему, я постоянно вижу и очень давно уже вижу, как в интернете появляются какие-то кулинарные тренды, то есть, например, в какой-то год весь почему-то кулинарный интернет начинает все готовить в казане, все такие, казан, потом, короче, в каком-то году все такие, афганский казан, хотя афганский казан это просто скороварка, там вообще костер ни при чем, там нет ни дымка, ничего, просто это скороварка только на углях, вот и все. Но все угорают по афганскому казану, в какой-то год весь кулинарный интернет угорает по каким-то люля-кебабам, в какой-то год по шашлыкам, был год или даже два года бургеров и шаверм, сначала были бургеры, а потом шавермы, либо наоборот. Это знаете, когда появляется какой-то рецепт и все его повторяют, все, причем это не только так у нас, это еще и в зарубежном ютубе абсолютно такая же фигня. Из серии кто-то такой, вот лазанья, у человека много просмотров, лазанья, все такие, да, мы забыли как готовить лазанью, и весь ютуб ломится делать эту лазанью, ну кулинарный ютуб. Я заметил, что в нашем русскоязычном кулинарном ютубе у нас недавно, ну не то что тренд, трендик появился, который называется мясо по-кремлевски. Проблема в чем, я сколько не гуглил, сколько я не искал, я так и не понял, при чем тут кремль. Приготовили его просто все. И я не понимаю, что такого необычного и особенного в данном рецепте, потому что это просто очень вкусная и довольно быстро сделанная тушенка. Это просто нахрен тушенка, только без кучи там специй лаврового листа. В чем тема, я не знаю, я как это, подсасываюсь к тренду, решил повторить, потому что, ну если все сделали, то я тоже должен. Но скажу честно, я вот три дня назад сделал этот рецепт, думаю, блин, продукты, ингредиенты элементарные, ну может быть, может реально что-то богическое. Может реально боги снизошли на нас и сочетание там пяти продуктов сделали амброзией. Получилось просто вкусненько. Показываю, что такое мясо по-кремлевски. И да, если кто-то знает, при чем тут Кремль, можете написать, потому что я не знаю. У меня вот такая вот кастрюлька, можно готовить в чем угодно. У меня чугунная кастрюлька, вот такая вот, покрытая такой глазировкой. Объемом где-то 3, да, где-то, наверное, 3 литра у нее объем. И она прекрасно распространяет температуру, потому что это, черт подери, чугун. Поэтому подойдет идеально. Но в целом, если у вас есть обычная какая-то кастрюля, просто обычная алюминиевая кастрюля или еще что-то, вообще без вопросов оно там растушится. Что по мясу? На самом деле для мяса по-кремлевски все берут разное мясо. Кто-то берет грудинку, кто-то берет шею, кто-то какие-то филехи. У меня здесь мякушка, мякотка. И ее полтора килограмма. Вот на такую кастрюлю, как я показал, полтора килограмма. Единственное, в чем все сходятся, это то, что мясо по-кремлевски нужно делать довольно большими кусками. И у данного рецепта есть один неоспоримый плюс. Если в вашем мясе есть какие-то жилки-прожилки, вот это вот всякое такое, то пофиг. То есть мясо не должно быть очень дорогим. И это, кстати, странно, потому что я думаю, что в Кремле готовят только из элитных всяких кусков мяса. Но мясо по-кремлевски, может это древний рецепт древнего Кремля, когда не было мраморной говядины? Я не знаю. Фишка в чем? Мы же обычные люди, поэтому мы можем брать любое мясо. И просто чем оно жестче, большими кусками вот так делаем. Чем оно жестче, тем просто дольше мы будем растушивать вот эти вот жилки-прожилки. Вот и все. Итак, это полтора килограмма мякушки-говядушки. Второй ингредиент необходимый, это лук. И лука нужно довольно дофига. На полтора килограмма говядинки я беру минимум 500, а можно и 700, без вопросов, грамм лука. Какую функцию здесь выполняет такое количество дохренища лука? Это на половину гарнир, на половину вкус, на половину... Так, уже три половины. Окей. На 30% это гарнир, на 30% это вкус и на 30% это размягчение. То есть, у нас говядина не только растушивается, она еще пропитывается вот этим вот луковым соком. А луковый сок, как известно, это один из лучших ингредиентов, один из лучших элементов химических для размягчения мяса. Поэтому лука нужно примерно дофига. Но, если вы думаете, что он там будет прям луком-луком плавать, не совсем. Он размягчится и примерно 50% лука превратится просто в подливку. То есть, в этом мясе довольно много подливки. Поэтому какой-то сторонний гарнир вам все равно придется делать. Например, что-то типа риса. Вот, чтобы было что пропитывать. Хотя, я думаю, что и макарошки, не знаю, и картошечка тоже подойдут. Я все это дело смешиваю в одном большом чане. Потому что я посмотрел десяток, два, наверное, даже десятка рецептов мяса по-кремлевски на ютубе. И многие делают все слоями. Типа, я положу мяско, а на мяско вот так вот, короче, положу лук. И у меня один небольшой вопрос. Зачем? Возможно, это делается для видео, потому что так красивее и есть какой-то процесс. Из серии у нас слой, а потом слой. Но это то же самое, как мариновать... Лучок офигенный. Это то же самое, как мариновать шашлык слоями. Нет никакого смысла. Причем, когда мы начинаем все это дело выпекать, там в итоге будет такое перемешанное жужево. Со сливочным маслом, с соком лука, с водой из мяса. Это просто полубульон получается. И когда в итоге через два часа ты получаешь полубульон, просто вот такое жужево. Вопрос, а зачем ты слои делал? Не зачем? Ну, а если кто-то делает слои, то не подумайте, что я быканул, потому что, ну, делают и делают. Для видео, наверное, так красивее. Я просто говорю, что если вы не на видео готовите, а для себя, то нафиг оно надо. Целая столовая ложка пюре чеснока. Обязательно! На самом деле, в рецепте мяса по-кремлевски есть всего три обязательных ингредиента. По факту это мясо, лук и сливочное масло. Соль, перец, это и так понятно, не нужно было говорить, да? Лук, мясо и сливочное масло. Но кто-то кладет тимьян, кто-то кладет лаврушку, кто-то душистый перец, кто-то что-то. Но в целом весь рецепт этого мяса по-кремлевски, это в луке и сливочном масле тушеное мясо. Все! Ничего там нету больше. Я вот так вот на терочке натираю туда, потому что я обожаю чеснок. Можно пропустить через чеснокодавку и, наверное, можно просто нарезать какими-то кубиками, покрошить. Но на терке очень быстро и никаких отдельных кусков чеснока не останется. Хотя, с другой стороны, даже если вы куски положите, оно все равно там за два часа растушится в такую кашу, что тоже пофиг. Итак, полтора кило мяса, минимум 500 грамм лука, а можно и 700, и столовая ложка чеснока, пюрешки чесночной. Далее, также я немножко не понимаю, многие авторы мяса по-кремлевски, они добавляли соль, перец, тимьян, типа в конце кто-то уксус добавляет. Я не совсем понимаю. То есть, если у нас все это бурлит два с половиной часа, то почему бы не посолить, поперчить сразу, чтобы соль и перец все это перемешивалось? Поэтому я, короче, сути не понял. Я, когда экспериментировал, я посолил сразу, поперчил сразу, получилось зашибись. Поэтому солим, перчим сразу. А чайная ложка соли, чайная ложка свежемолотого перца. Единственное, соль я вот с небольшой горкой, вот так вот, вот так вот, даже еще немножко добавлю, вот так. А свежемолотого тоже чайная. У меня это вот такая вот электроперцемолка, потому что я ленивая попа. Вот, поэтому я вот так отмерю свежемолотого перца себе в руку. Ну, вот так, я думаю, в самый раз. Вот так. Да, конечно, можно добавить лаврухи, можно добавить душистого, можно добавить, на самом деле, черти чего, не вопрос. Можно шрирач туда можете навалить или, не знаю, соевого соуса. Дело ваше. Но у меня здесь эдакая база. А единственное, я туда добавлю совсем немножко тимьяна, потому что, не знаю, потому что я люблю тимьян. Но мне кажется, что в Кремле, в древнем Кремле не было тимьяна. Или был, не знаю. Но пока что я все перемешаю. И, по большему счету, вот то, что вы сейчас видите, вот без всяких шутеек, это охренительно замаринованный шашлык. Не будь это не очень дорогая, не очень крутая говядина. Вот сюда, если бы свиная шея, ну, лук, чеснок, соль, перец. Чего еще надо? Богически замаринованный шашлык. Единственное, если бы я делал шашлык, я бы промял лук как бы отдельно, чтобы он дал сок. А здесь этого не надо. Все равно там все будет тушиться и томиться. Перемешали. Соль, перец, чеснок. Дамы и господа, тимьяновая шишка. У меня тимьян, это прям вот такая вот ветка. И я не собираюсь счищать листики, ничего. Пускай она там в подливе, в бульоне расходится. То есть она, наша тимьяна... Нет, тут многовато даже тимьяна. Уберу пару веточек. Вот так, вот так. Наша тимьяновая шишка. Идет сюда и все. Просто все это, все уже соленое, перченое, луковое, чесночное. Вот так вот наваливаем. И те граммовочки, которые я вам назвал, полтора килограмма мяса, 500-700 грамм лука, они нашу трехлитровую кастрюльку наполняют вот так, чтобы осталось немножко местечко для сливочного маслица. Вот идеально. Да, основная фишка мяса по-кремлевски это дохренища сливочного масла. То есть даже если у вас говядина, а эта говядина достаточно постная такая, прям там не так, чтобы очень много жира какого-то, все это компенсируется титаническим количеством сливочного масла. У меня целую пачку прям кусками разложу. Это где-то 180-200 грамм сливочного масла. Вот, то есть, если честно, довольно много. Накладываем его сверху, оно очень быстро разойдется и все это дело начнет пропитывать. Хотя все равно все это в итоге превратится в сплошной бульон. Аккуратность здесь вообще не важна, но качество сливочного масла важно. Потому что если вы взяли не сливочное масло, а какую-то лажу, какой-то отстойный маргарин, то блюдо будет вонять отстойным маргарином. Вот так. Единственное, тут какой момент. Если вы собираетесь все это дело готовить на конфорке, то есть на газу или там, ну просто на плите, то добавьте где-то, ну словно говоря, полстаканчика воды. Чтобы вот этот процесс выделения воды из лука, из мяса, чтобы он быстрее начался. Ну а я супер ленивая попа, поэтому у меня это будет 180 градусов в 2,5 часа. И да, если дать ему настояться еще несколько часов, то будет еще вкуснее. Короче, до встречи через 2,5 часа, друзья мои. Народ, 2,5 часа. 180 градусов, даже чуть больше, 2,40 мы это держали. Мясо по-кремлюски. Давайте посмотрим. Так. Но... Выглядит, конечно, не очень, но пахнет очень вкусно. Пахнет жареным луком и сливочным маслом. Блин, но, конечно, выглядит это мясо по-кремлевски. Вот пахнет 10 из 10, на вид 2 из 10. То есть выглядит, как просто тушенка из банки, ну вот по чесноку, честно. А, да, само собой, тимьян, я чуть про него не забыл. Вот почему его веткой клал. Все пахнет тимьяном, зашибись, да? Но эту ветку я выбрасываю нафиг. Итак, мясо по-кремлевски. Блин, народ, вы не представляете, насколько это вкусно пахнет. То есть пахнет просто 10 из 10. Сок выделился весь из лука, из мяса. Оно все жирненькое, со сливочным маслом, с чесноком. Просто зашибись. Ну, черт подери, как же плохо это выглядит. Ну, с другой стороны, 2,5 часа, 180. Это обычное филе, обычной говядины. Посмотрите на нежность. Вот, я беру вилкой и нажимаю. Бэм. Понятно? За 2,5 часа, да еще и с луком, который размягчает, любое мясо превращается, просто оно, оно просто аннигилируется. То есть можно брать недорогое мясо. Что я могу сказать? Во-первых, это вкусно. Почему мясо не поджаривают, чтобы еще корочка дала вкус в мясе по-кремлевски, я не знаю. Лучок, он не жареный, он, даже не знаю, как сказать, он запечен в сливочном масле с чесноком и тимьяном. Это очень вкусно. Но, если честно, не, блюдо зашибись. И фишка в том, что оно очень простое, то есть справится абсолютно любой. Другое дело, при чем здесь Кремль? Я не знаю. Почему мясо предварительно не обжарить? Я не знаю. Почему как-то красивее его не сделать? Я не знаю. Почему это мясо по-кремлевски сделало половину интернета? С миллионными просмотрами? Я не знаю. Это как очень дорогая, офигенная, луковая, качественная тушенка. Понимаете? Мягкая, нежная говядина. Чесночно-тимьянова-луковая. Черт подери, готов ли я поверить, что в Кремле профессиональные шеф-повара, которые работают на сильных мира сего, вот с таким внешним видом что-то подают или подавали, когда бы то ни было? Я сильно сомневаюсь. Рецепт хороший. И он очень ленивый. Гайдинку нарезал, лучок нарезал, все это перемешал, нафиг пускай оно растушивается. Очень мягко получается. Очень нежно, очень вкусно. Повторяйте смело. А при чем здесь Кремль? Шут его знает. А с вами мы славные дружи обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем пока. Я это все съем. Это зашибись. Это очень вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok